Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на обновленной, старой, но обновленной технической площадке Мирополиса. Дайте обратную связь, как меня слышно, во-первых. Спасибо, спасибо. Так, я смотрю, что запись тоже пошла. Спасибо моим помощникам, моим ассистентам, это Алексей Дьяков и Олег Сошников. Вот, я не смотрел, там есть, может быть, кто-то еще. Нет, больше нету. Хотя, Татьяна Новикова, спасибо большое, Татьяне. Так, это незаменимые помощники, чтобы у нас все было в порядке. Значит, вот так складывается, что мы давно с вами вживую, скажем так, через дупло интернета не общались, но, тем не менее, такая возможность есть у нас снова. Дела развиваются все активнее и активнее. Вот, есть, что, как бы, рассказать, поделиться своими актуальными и важными, на мой взгляд, по крайней мере, соображениями. Вот, давайте с этого сегодня и начнем. Таким образом, дорогие друзья, значит, что хотелось бы сегодня для начала вам обозначить. Смотрите, ну что тут, я небольшую вам открою тайну, что 13 этап завершается, вот он здесь у нас, да, вот. Но я хочу вам напомнить логику, откуда и куда мы идем, и что это значит в так называемой залоговой стоимости или, ну скажем так, на примере пакета миллион двести тысяч акций. Если это залоговый пакет на такой человек ориентируется, то, скажем так, себестоимость инвестированного, инвестированного, как бы, в это дело, какова она была, этот пакет. На пятом этапе, это конец 2015 года, это было две тысячи долларов, я даже желтым это дело обозначил. Но, поскольку риски уменьшаются, проект развивается, и сейчас вы как раз видели, это уже четвертый Экофест, четвертый, друзья. Я помню первый Экофест, 2016 год, апрель месяц, конец апреля, значит, шаманили, чтобы нас солнце бы наградило, что там произошло, нулевой километр открывали и так далее. Даже еще не было, не было еще возможности, скажем так, показать ни одного средства передвижения. Были уже трассы какие-то, ну, как бы, проложены, но были даже не столько трассы, сколько были просто опоры. Это 2016 год, это конец 2015 года. Менялись этапы, мы с вами находимся на 13 этапе, и я за основу взял, знаете, такой среднеарифметический расчет, каков, ну, скажем так, на пакет в 1 миллион 200 тысяч акций залоговых человек инвестировал и готов, скажем так, получить в залог такой пакет акций. Сегодня это 23 530 долларов, как бы, его инвестиция, которую надо внести и при желании получить в залог 1 миллион 200 акций. Залог взять себе после того, когда эта инвестиция завершена. 14 этапа, это уже 29 тысяч и 2 тысячи. То есть разница есть. О чем она говорит? Она говорит о том, что капитализируется проект, что инвестиционная привлекательность постоянно повышается. И теперь смотрим на следующем слайде. Значит, если посмотреть по стоимости одной, или так называемой не стоимости, правильно сказать так, а инвестиционной, как бы, себестоимости одной взятой акции из залога, то здесь на пятом этапе это было 24 тысячных, далее 24 десятитысячных доллара, на 14 этапе это будет 4 цента. И это уже серьезная цифра. Поэтому, если взять с пятого по 14 этап, рост значимости залога практически 1666 процентов, 67 даже процентов почти. Понимаете? Это серьезные цифры. Да, конечно, это говорит об очень серьезном развитии проекта. И это значит, что в среднем 416 процентов в год с 2015 по 2019 год. Всего-то ничего. Вот. И поэтому, конечно, это очень серьезно. Да, есть целая группа инвесторов, которая говорит, ну да, интересно, это все интересно, но когда мы будем получать? Все будет в свое время. И поэтому, скажем так, что этот проект очень интересный, как возможность долгосрочного инвестирования. И это не тот инструмент, это не та площадка, на которой имеет смысл делать быстрый бизнес. То есть, это самое, проинвестировал, получил, получил, проинвестировал. Это накопление, это создание своего портфеля и это работа на будущее. Причем, я еще раз повторю, посмотрите, что творится сейчас на сайтах, что сейчас творится на различных ютубовских роликах, когда идет речь о том, что ожидает или как. Что там только не предрекают в финансовой системе, в системе монетизации, в мировой системе, в банковской системе. Мы стоим, не стоим, а двигаемся потихонечку, потихонечку над обрывом уже, понимаете, или обвалом. Обвал будет очень серьезный. Но, инвестировав, инвестировав именно в долгосрочный проект, сейчас нет отбоя. Вот недавно беседовали, значит, здесь по одному другому проекту. Когда-то я познакомился с представителями пенсионного фонда. Они говорят, нам очень интересны различные долгосрочные проекты. Но там есть своя матрица критериев, которым эти проекты должны соответствовать. Мы еще, скажем так, до конца не все пункты этой матрицы выполняем. И не выполняем только лишь по одной вещи. Это то, что, скажем так, завершенного проекта заказа на основе уже сертифицированной технологии нет. Хотя есть уже проекты, которые... Каждая трасса построена в самом экотехнопарке в Минске, обезвиняюсь, в Мариной Горке. Построена или достраиваемая сейчас в Шарже и так далее. Это реальные проекты. Да, много сейчас спроектировано. Поэтому вот-вот-вот-вот начинается такой этап, когда и большие инвесторы, и очень большие инвесторы будут заинтересованы уходить. Поэтому сейчас готовится целый ряд предложений для крупных инвесторов. И, скажем так, наше сообщество тоже, люди обращаются. Вот я несколько дней подряд беседовал с людьми. Они просто просят в скайпе и в интернете консультации, как привлекать крупных инвесторов. Я спрашиваю, что такое крупный инвестор? Они говорят, ну это уже 10 тысяч, 50 тысяч, которые хотят инвестировать. Вот. И это уже юридические лица. Сейчас мы как раз вот на подготовке пакета. И какой механизм использовать? Использовать ли кабинет или использовать через кабинет и площадку? Если это юридическое лицо, для юридического лица он должен проходить еще потом аудитирование. Если частное лицо, ну, жена является самым мощным, или муж является самым мощным аудитором, у юридического лица есть более серьезный, то есть финансовый аудитор, который смотрит, куда деньги размещены, как они в балансе отображены и так далее. Поэтому сама инвестиция с точки зрения баланса и размещения финансовых средств компаний очень выгодна. Мы не будем сегодня разбираться, к этому мы еще придем. Вот. Но и это интересно. И это аудитируемое все. Но тогда должна быть и площадка, через которую это дело... И мы тогда начали смотреть. Ну, друзья, у нас же есть такая площадка. И мы об этом сегодня тоже будем говорить немножко. Так? Теперь, что я хотел вам еще сказать, что вы знаете, вот развиваясь наш проект, он все больше и больше охватывает окружающее пространство и обращает взоры, понимание, визионирование или представление, значит, будущего, будущих проектов в рамках того, о чем говорит Юницкий, о чем говорят авторы. А говорит автор и вся команда нашего проекта. Вот посмотрите. Я вам сейчас покажу только выдержки из одного ролика, который сделали здесь финские инвесторы или команда Петера Вестербака. Я о нем неоднократно говорил вам, если кто помнит. Это они делают, развивают проект туннеля между Хексинг и Таллина под морским дном залива, финского залива, Балтийского моря. Вот. Недалеко от Хельсинки или, скажем так, в Хельсинки, можно сказать так, туннель начинен, берет свое начало и в Таллине он как бы завершается. Это 82-85 километров в зависимости от его трассы, его прокладки под море. Есть проблемы, но работа идет, 100 миллионов инвестировано уже, значит, арабо-китайскими инвесторами на разработку. На предпроекты, только на предпроектные работы, друзья. Сам проект более 26 миллиардов евро стоит, но тем не менее. И вот следующее я просто покажу вам визионирование. Это просто как будто для нас готовится почва. И что интересно, то, что мы с ними беседовали. И действительно, Скайвей для них известен. Мы уже два года назад с Петером Бестерпаком встречались. И вот смотрите, это Хельсинки центр. Это как бы полуостров, с которого они собираются начать путь этого тоннеля. Вот аэропорт. Самые большие проблемы в Хельсинки это соединить с морской порт один, морской порт другой, с центра, где находится железнодорожный вокзал, автобусный вокзал, здесь, да, с аэропортом. Вот. И тем более, что аэропорт Хельсинки, он является самым развивающим. Но самое-то интересное то, смотрите, что дальше происходит. Начинаются высотные здания. Здесь вот этот поперечник. Здесь уже само расстояние более почти 5 километров. Вот если взять отсюда и сюда немножко зайти за саму картинку, 5 километров. Здесь тоже надо двигаться. Они говорят, мы можем это решить только на базе технологий Скайвей. Они спят и видят, когда мы сертифицируем и выйдем в работу. Уже открытую работу по открытым людям. И вот теперь начинается из Хельсинки. Идет тоннель под морским домом. Но возникает посередине море искусственный остров в виде лепестков, цветов с лепестками. Это более 5 километров, скажем так. Вот здесь тоже, извиняюсь, более 10 километров. Его как бы вот такой, ну, разрез здесь. Расстояние. На нем до 50 тысяч человек располагаться будет. Это база для деятельности, жизнедеятельности и так далее. Но самое важное, что здесь движение только на базе Скайвей. Никаких трамвая, никаких других транспортных средств там невозможно сделать. Теперь я вернусь еще обратно. Как бы там кто ни гоношился, то здесь тоже в центре Хельсинки всяческие трамвайные проекты уже просто отметены. Все движения между самыми основными узловыми мультимодальными центрами транспорта можно осуществить только на базе Скайвей. Да, если они будут прокладывать здесь тоннель, это одно дело. Если не будут, и это очень дорого. Здесь не очень просто это делать из аэропорта. Они запускать собираются сюда скоростной железнодорожный вариант. 250 километров в час двигаться должен этот состав. Но это отдельная история. Я рассказываю о том, чтобы понимать, что то, о чем мы говорим, реализуется и мы нужны. Вот несколько еще картинок всего этого дела. И вот он приходит в Таллинн. В Таллинне та же самая история. Он пришел к аэропорту. Вот здесь аэропорт. Видно, что здесь движется железнодорожный транспорт синей линии. Отсюда взлетают вверх самолеты. Здесь городская внутренняя линия двигается. Но это внутренняя городская железная дорога. Но между... Неизвестно сегодня, будет ли оконечная станция здесь, или она еще где-то здесь будет. Рейл Балтик, она будет здесь, станция. Но есть еще морской порт здесь в городе. Есть морской порт здесь. Их тоже надо соединить. Как их соединить? Трамваем? Нет, не решается. То есть, опять-таки, Skyway обязательно будет играть роль связующего транспорта, городского транспорта. То есть, узловые мультимодальные центры будут между собой связаны. И это, как говорится, наше будущее. Это для нас уже работает. Вот, они пришли сюда. Дальше аэропорт. Аэропорт развивается. Аэропорт очень заинтересован. Сегодня сюда приходит трамвайная линия, ее искусственно сюда провожили. Где-то здесь немножко под железной дорогой прошли и так далее. Дорогое удовольствие, медленное удовольствие. Но, тем не менее, коммуникация есть. Но когда мы говорим о нашем виде транспорта, аэропорт видит, что это очень важно. И почему это важно? Важно потому, что пассажиропоток Хельсинского аэропорта увеличивается, будет в ближайшие пять лет в четыре раза. И он зашкалит более 15 миллионов пассажиров в год. Будет поочередной, дойдет до 30 миллионов пассажиров в год. Это очень серьезный поток именно между Юго-Восточной Азией и Юго-Восточной Азией в Европу через воздушные коридоры над Россией. Это очень серьезный проект, над ним уже работают более восьми лет. А дальше этот поток будет через Сталин уходить в Европу разными другими видами транспорта, рассредотачиваться и так далее. И Талинский аэропорт тоже начинает играть свою определенную роль. Чтобы не приземляться здесь, а приземляться там и за полчаса оказываться здесь. Полчаса всего лишь при одолении 80, ну там 90 километров, больше 90 километров, если взять от аэропорта. И это надо будет обеспечить комплексно. И скоростная дорога, железная дорога, которая будет в тоннеле, хотя это сегодня еще окончательно не решено, не исключено, что это может быть и Скайвей. И наш вид транспорта, межгородской вид транспорта, абсолютно спокойно при счете. Вот. И они это у себя за ухом, в уме держат. Поэтому это очень важно понимать, что перспектива постоянная есть. Это говорит о том, что проект шаг за шагом развивается, но не так, что сегодня уже все, уже там идут дивиденды и так далее. Работать надо. Что мы и делаем. Теперь давайте вспомним, значит, что у нас вообще есть и как, потому что много задают вопросов, поэтому я решил еще раз показать. Мы инвестируем в Экотехнопарк, сейчас в инновационный парк в Шарже, вот, через кредитование под залог. Вот. И первоначальный процесс шел через Евразию, на Рейвовском ресистенском холдинг один, через два, сейчас идет через три. Теперь на сегодняшний день у нас у основной компании Global Transport Investment так называемых простых акций 121 миллиард и привилегированных 279 миллиардов. То есть эта сумма увеличилась и они распределяются по компаниям, они вложены в компанию. Евразия на Рейвовском ресистенском холдинг один, 15 процентов, 16,33 сюда и сумма здесь такая, и 36,42 процента Евразия на Рейвовском ресистенском холдинг три. Почему увеличили эту сумму в третьей? Чтобы, значит, в каждой из этих компаний для оперирования и залога под инвестиции можно использовать 50 процентов минус одна акция. Это на этой стороне, вот она, 50 процентов минус одна акция, 50 процентов минус одна акция, вот, и 50 процентов минус одна акция здесь. Потому что в каждой из этих компаний должны остаться свободные акции, 50 процентов плюс одна акция, которые будут выведены на IPO, то есть на международную биржу. Рано или поздно это будет обязательно сделано и, скорее всего, это будет раньше, чем даже предполагалось. Но это будет. Если вы кто-то спросите, когда, не знаю. По-разному можно здесь сейчас гадать, потому что создаваемая и находящаяся в процессе площадка или платформа Skyway Global Token или блокчейн-платформа Skyway, она может очень существенно усилить и ускорить этот процесс. И это очень важно тоже понимать и иметь в виду. И поэтому, скажем, это очень важно. Но у нас есть резерв, если мы сейчас перейдем, как бы, ну, к тому, что мы с вами являемся все инвесторами, у нас есть малоиспользуемый резерв и как для физических лиц, и для юридических лиц. Это Royal Capital Group. Это создана компания, которая имеет лицензию на продажу своих личных акций и на привлечение акций различных компаний. И этот процесс здесь идет очень просто. Инвестор инвестирует в Royal Capital, но здесь не менее 10 тысяч пакеты. Сейчас готовятся интересные предложения для эксклюзивных инвесторов. Вот, абсолютно буквально в ближайшее время она будет предложена. И инвестируя в Royal Capital Group, Royal Capital Group получает возможность закупать, уже закупать, понимаете, закупать у Global Transport Investment тоже так называемые, не так, а реально привилегированные акции. 2% акций выведены сюда, это 8 миллиардов 17 миллионов акций находятся в резерве под эти инвестиции. Это очень, как бы, понятно и выгодно, в особенности для юридических лиц, потому что юридическое лицо, оно имеет, кроме, если, например, я как физическое лицо, что мой аудитор является моя супруга, то у юридического лица есть аудитор компании, если это маломальски серьезная компания, которая ежегодно дает свое заключение, как компания используется и распоряжается своими средствами. И та инвестиция, которая сделана таким образом, через лицензированную компанию, она является легитимной, она является реальной и она является очень хорошим средством для того, чтобы показать именно рост активов компании. И чем долгосрочнее, тем это лучше. Так, что тут пишут? Ну, как это объяснить правительством? Не надо правительством, Юрий, правительством не надо этого объяснять. Понимаете, значит, предположим, вот, предположим, Юрий, мы с вами сейчас пошли в правительство куда-нибудь, мы приходим и, говорит, или не приходим, а нас с почестями встретили и так далее. И что дальше? Первое, значит, у правительства есть свои сложившиеся, ну, как бы, порядок, значит, инвестиции и так далее. Итак, правительство может понимать, что нужно решать задачи развития транспорта, но рисковать, ведь правительство всех стран, практически все политики, и рисковать тем, что какой-то такой транспорт, который еще нигде официально не ездит, очень так, ну, как бы, мы на этом уже споткнулись в Индии, дорогие друзья. Понимаете, как бы, ну, пошли немножко на поводу этого дела с правительством, и все, надо идти, правительство никуда не денется, они придут к этому через частные проекты, дорогие друзья. А мне вот недавно, как раз, буквально во вторник был семинар здесь в Таллине, люди задавали вопрос, ну, а как наше правительство, а как ему рассказать? Я говорю, да, с правительством нужно ровно работать и говорить, есть такая технология, ознакомьтесь, все, понимаете? Потому что и денег-то у правительства нет, зачастую, в лучшем случае на какие-то предпроектные исследования, ну, если такие деньги есть, это надо использовать и, как бы, дать свое заключение, а дальше время уже покажет. Теперь, вот, это уже решенный вопрос, это понятно, что вы говорите, что как будто, что это уже решенный вопрос. Юрий, значит, решенный вопрос, нет, он еще не решенный. Этот проект, который я вам показывал, как раз правительство здесь и начало, как бы, взбучиваться, мягко выражаясь, если так вот, не хочу более грубо говорить, понимаете? Эстонское правительство, финское нет, а эстонское начало там придираться, обоснуйте, а что, а почему, а куда, а как это, а кто вам деньги дал и так далее, понимаете? Вот, хотя сами не полпальца, то есть свою значимость поднимают. И затянули сейчас процесс обоснования, поскольку, да, в эстонском законодательстве есть, что там есть ограничение сумм, проекты, вот, ну, скажем, от суммы, там, ну, не знаю, от миллиарда евро, они должны быть, как бы, одобрены правительством. Ну, свою значимость повышает, ну, займут больше времени немножко. Причем уже заговорили, значит, разработчики, что если раньше планировалось к Рождеству 2015, ну, 2025 года первый поезд пустить или первый, значит, как бы, состав из Хельсинки в Таллин или Сталлина в Хельсинки, то теперь это может отодвинуться на год уже, понимаете? Вот вам и вся работа с правительством. Значит, а что там еще было у нас? Юрий, как считать дивиденды? Вот что интересно. Люди, формулу дайте. Юрий, нет формулы по дивидендам, по расчету дивидендов. Я вам очень просто могу это дело объяснить. У меня был в прошлый раз один лист расчетный, здесь у меня сегодня его нет. Я просто вам объясню. Смотрите, все проекты, которые осуществляются, средства, куда поступают, с них доходы в Global Transport Investment. Так вот, в эту компанию. Это материнская компания для тех компаний, акциями которых мы, как бы, ну, располагаем. Потому что материнская компания вложила привилегированные акции в эти компании, и мы приобретаем под залог, через залог становимся акционерами этих компаний. Теперь, как, из чего эта и эта компания будут платить нам дивиденды? Они будут платить нам. Прошел какой-то проект, ну, например, проект тот же самый, 15 километров шаржи. Построили. У него есть стоимость, ну, скажем так, обычно закладывается в строительство, при строительстве, при составлении бюджета, значит, работ, закладывается 5-10 процентов прибыли, как минимум. Вот, и поскольку, скажем, Анатолий Дуарович, он неоднократно декларировал, что наша задача зарабатывать не на проекте, не на стадии, этапе строительства трассы и транспортной системы, а на эксплуатации, за счет эксплуатации, участия в эксплуатации, в обеспечении эксплуатации. Потому что это долгосрочно. Строим мы год, два, три, вот, и получаем одну сумму. И это тоже хорошо, и поэтому, но эта сумма обычно идет на развитие. Но все равно какая-то сумма из каждого проекта строительства будет поступать как доход в эту компанию. Теперь, также с различных других проектов будет поступать и будет, начнет поступать, естественно, текущие доходы, потому что GTI будет в каких-то ряде, просто в серии, в системе всего транснета, создаваемого в всем мире, будет присутствовать как акционер не менее 25%. С каждого такого эксплуатированного проекта тоже будет сюда накапливаться сумма. Таким образом, GTI накапливается за год, накапливается доход. С этого дохода снимаются расходы и вычисляется сумма прибыли, которая идет на распределение. 100% прибыли идет на распределение. Что происходит? От этой суммы, предположим, до 100 миллионов. От 100 миллионов 20 миллионов сразу уходит на распределение всем этим раз, два, три акционеров. В соответствии с тем, сколько у них процентов есть. Это делится на них 20 миллионов, и, соответственно, эти компании снимают, они не занимаются бизнесом, они занимаются только учетом и обслуживанием своих акционеров. Очень маленькую сумму снимают, и практически вся сумма, поступившая сюда, их дивидендов распределяется на акционеров, которые находятся здесь. То есть на нас. И каждая акция получает свою определенную сумму. Вот механизм этого движения. А сумма или принцип здесь такой. Я сделаю в ближайшее время, может быть, даже в следующий раз, покажу на цифрах, может быть, более доходчиво будет. Но здесь важно получить представление. Сюда как большую копилку накапливается и отсюда распределяется. В первую очередь 20% снимается и не подлежит никакой дискуссии. Выплачивать, не выплачивать, выплатить обязательно. И это уходит пропорционально количеству акций в эти компании. И каждая из них уже из своей суммы рассчитывается со своими акционерами. Управляют не правительством. Правильно, вещества. Правильно. Большинство стран не правительства, а правительство, это есть, скажем так, участники спектакля, у которого есть режиссер, сценаристы, авторы и так далее. Кто входит в статус эксклюзивного инвестора, поясните, пожалуйста. Эксклюзивный, ну, я просто так назвал эксклюзивный инвестор. Это инвестор, начиная там от 10, может быть, от 50. Пока не определено, но такой будет, такой статус будет эксклюзивный. И он будет получать свои, как бы, возможности и крупные привилегии. За гугли уже, Юрий, за гугли у нас в основном последовании в году. Так, что там у нас еще было по вопросам? Сейчас, одну минуту, что-то мне бросилось в глаза. Жить в лепестке, да. Таких, кстати, будет лепестковый, таких вот звездочек будет две. Это ближе одна через 10 километров от Хельсинки и 10 километров до Таллина тоже будет второй такой же. Да, 6 человек будет катать эти миллионы. Ну как, не по 6 человек. Там 160 человек может кататься одновременно. Все зависит от того, какая нагрузка у трассы. Ладно, хорошо, тут нет вопросов. Идем дальше, дорогие друзья. То есть здесь понятно. И поэтому закончу здесь Royal Capital Group. Это компания, которая очень хорошо позволяет работать. И незаслуженно она пока мало использовалась. Поэтому сейчас мы все будем делать для того, чтобы отсюда более интенсивно работать. Будет специальный пакет разработан и занятие будет проведено. Так, теперь дальше. Вот более упрощенная схема. Извиняюсь. Global Transport Investment. С одной стороны. С другой стороны. Для обслуживания этого процесса. Skyway Capital, который имеет договор поручительства. С одной стороны. Ему GTI поручил вести обслуживание инвесторов. Их учет и так далее. И с другой стороны. Они являются. Эта компания является договором. Который обеспечивающий инвесторам внесение их в акционеры. После того, когда они это. С момента, когда они это пожелают. Или вернее после момента завершения кредитования инвестиций. При их желании они изъявляют его. И Skyway Capital гарантирует внесение в реестры соответствующей компании. Одной, второй или третий. В зависимости от того, чьими акциями залог был обеспечен. Кроме того, у GTI есть целый ряд компаний, которые принадлежат 100%. В основная компания зал струнной технологии. Другие компании. Есть несколько компаний. В том числе в Шарже. Я в детали сейчас не буду вникать. Это сейчас несущественно. Еще и важно очень понять то, что инвестор. Мы, инвесторы, все владеем обычными акциями этих компаний. Но эти компании, поскольку они имеют привилегированные акции Global Transport Investment, то эта привилегия распространяется и на владельцев простых акций этих компаний. Потому что эти компании являются предпринимательскими. Они являются компаниями-держателями акций. Все. Это очень важно иметь в виду. И здесь не зацикливаться. Теперь, что является еще? Задают вопросы. Я уже неоднократно показывал таблицу. Это выписка в марте месяце из моего. Одна маленькая. По Евразии на Релсковой Системс Холдингу. Видите, здесь это инвестиции 2016 года. Здесь сказано, что у меня есть 14 записей в реестре компании Евразии на залоговый мой портфель. Из этих 14 это 2 миллиона 720 тысяч. И это является выпиской из регистра акций или долей, как мы иногда называем на русском языке это дело. Или зачастую и в основном называем, хотя это в принципе акции. И подписано с печатью президента группы компании Skyway Юницким, который отвечает за деятельность этих компаний. Потому что это материнская компания. Евразия на Релсковой Систем Холдинга. И это тоже очень важно. Это самый основной документ, который надо сохранять. Я даже говорю так, что время от времени надо... То есть все, что вы имеете, надо в таких выписках иметь. Их надо зафиксировать у себя и, скажем так, распечатать на бумаге. Потому что кто его знает, что может с электронными носителями информации произойти. Поэтому на всякий случай я вот по старинке рекомендую вам это сделать. То, что написано пером, уже тяжело вырубить топором потом. Дальше. Значит, выкуп. Ответы на вопросы. Выкуп акций. Мы об этом уже говорили. Значит, идет речь и готовится. 75 плюс, 80 плюс, 90 плюс. Вот спрашивали. А что будет, скажем... То есть это 75 плюс, это до 80. 80 плюс, это до 90. И 90 плюс, это от 90 до 100. Сейчас самый, скажем, почтенный инвестор у нас. По-моему, 102 или 103 года ему. Который буквально вот недавно инвестировал. Так, человек. И это будет сделано предложение. Как? Ничего сейчас не могу сказать. Потому что информация очень своеобразная. И выясняется средства, которыми можно располагать для начала этого процесса. Все зависит от головной компании. Как будет там решено. Но, скорее, капитал свои предложения и анализ подготовил к этому поводу. И, скажем так, наше предложение все эти группы охватить. Дифференцировал в 75 плюс, 80 плюс и 90 плюс. Ну, а как оно сложится, там видно будет. Очередное размещение по обмену... Очередное размещение по обмену акций на токены, глобал токены. Да, тоже оно будет. Оно связано, может быть, будет как раз с чем-то еще плюс к этому. Это отдельная история. Потому что есть инвесторы там, ну, скажем, разных категорий. Есть и по 15 долларов инвестировали. Там небольшие пакеты есть и по 15 тысяч. Так что, вот. Но очередное размещение по обмену акций на глобал токен, оно будет. Опять-таки, головная компания четко объявит. Но я думаю, это будет после того, когда будет уже и на русском языке white paper. Я его еще пока, к сожалению, не видел. Вот. Потому что, скорее всего, это потому, проскочила такая информация, что готовится уже какое-то предложение по размещению, чтобы все сразу вывести. Когда начнется обучение партнеров по движению проекта через Инстаграм? Там был такой вопрос. Сегодня поступил в интернете. Знаете, потому что Алексей Суходой вчера вел семинар или вебинар, извиняюсь, и там об этом сказал. Информация будет, будет проведено, как бы, ну, инструкция или инструирование, как это делать. Причем отдельно, это уже точно могу сказать, будет проведена и начнется серия обучений. Как это будет, не буду сейчас наперед забегать, готовиться, как пользоваться или работать с блокчейн-платформой. Как только вот выяснится более-менее основные моменты. Потому что очень интересные возможности есть. Может быть, я что-то позже еще немножко скажу. Вот статусных пакетов, ага, вот статусных пакетов Royal Capital Group, начиная от 10 тысяч, для физических лиц и юридических лиц. Здесь будет интересное предложение как для нас, партнеров, так и для инвесторов, вот, то есть, непосредственно для физических и юридических лиц. Разъяснение, маленький ролик будет, то есть, пакет будет, с ним можно работать. И, на мой взгляд, вот, если бы у меня сейчас кто-то спросил, а я с вами делюсь как раз, полагаю, что вы уже спросили, что сегодня, значит, для того, чтобы ориентироваться и работать, заниматься предпринимательством, инвестиционным предпринимательством на основе и токенов в ближайшем будущем, и, естественно, инвестиции в проект сертификации технологии Skyway на основе залоговых акций, то самое вот такое, как бы, развитие именно можно получить, тоже получить привлечение крупных инвесторов от 10 тысяч и выше. Это такой очень перспективный срез сейчас. Теперь вот на платформу токен под адресные проекты. Это уже начнется во второй фазе, но, как бы, апробация уже будет. И смотрите, что сейчас я вынужден сразу следующий. Кто-то скажет, что сколько можно показывать один и тот же рисунок, но он является, как бы, на мой взгляд, образным. Он показывает и в пространстве, и во времени, откуда, куда мы идем и, ну, что у нас есть. Вот. Вторая фаза, вот она здесь, она уже, как бы, здесь, начиная с 12-го там этапа, идет подготовка адресных проектов. И одновременно подготовлена, вот она здесь, да, блокчейн-платформа. То есть адресные проекты будут идти через нашу блокчейн-платформу. Мы не будем не пользоваться чужими, как бы, услугами и за это кому-то платить, а на своей платформе их осуществлять. И почему это выгодно, как раз это мы увидим еще раз, я покажу, снова пройдусь по кругу и поясню здесь. Смотрите, что дает блокчейн-платформа на основе смарт-контракта. Сейчас вот уже есть и в РСВ есть целый ряд пояснений, но сжато. Это, в первую очередь, система использована различных выгод, начиная там от билетов, так называемых смарт-билетов и возможности использования привилегий и выгод, заканчивая там различные решения могут быть. Так, вплоть до того, что получение текущих дивидендов, что тоже не исключено, кстати, публичная, скажем так, система блокчейн-процедур. Что такое публично открытая для участников торговая площадка? То есть, кто-то выставляет свои материалы, те же самые, профиль, например, прямоугольная труба для металлоконструкций. Кто-то выставляет, что вот я по такой-то выставляю сюда на платформу, а кто-то говорит, что я вот готов купить стопа, а кто-то говорит, нет, я еще выгоднее выставляю. Но одно дело просто выставить, другое дело со всей генетикой этой металлической трубы для будущей конструкции, которая должна быть на блокчейн-платформе. Блокчейн, извиняюсь, технологии зафиксирована, понимаете? И это значит, что она уже, ну скажем так, имеет свою структурную фотографию, отображается. Это ничего левого не может быть. Это не может быть где-то от кого-то, извиняюсь, подпольно что-то приобрел и так далее, и выставляешь сюда. Нет, это и по вертикали, и по горизонтали прозрачная система. И ровно так кто-то участвует, покупает краски, различные агрегаты, все что угодно на этой платформе. То есть это площадка за счет смарт-контракта, как таковой, он позволяет моментально, значит, одним щелчком осуществлять. Не надо там по 40, по 50 страниц ничего заполнять. Ведь если вы посмотрите, кто знает бизнес, то, скажем так, колоссальные проекты составляют. Юристы сидят там, корпят, значит, с дымом и взлет из головы, разрабатывают проекты, основные договора, где там бог знает, что есть. Причем очень плохо срабатывает, и можно там много чего сделать, и потом начинаются судебные разбирательства. Здесь ничего не передернуло. Вот что есть, щелкнули, значит, все. И никаких обратных ходов нет, понимаете? Есть только вперед идти. Поэтому, не вдаваясь в подробности, скажу, что это очень мощный инструмент и отдельная среда. Просто отдельная, безопасная, надежная, выгодная для партнеров. И не надо банкам никаких денег платить. Ни за переводы, ни разрешения от них не спрашивают, ничего. Все осуществляется несколькими кликами. Надежно. Там потенциалы и возможности создания своей биржи. Абсолютно. Только через это. Народное финансирование, проектирование и строительство. То есть, всякий проект, всякий адресный проект, всякий проект, не транспортный проект будущего. Потому что, куда мы идем? Мы идем с вами, друзья, туда, что у нас начинается эпоха или фаза новых технологических проектов SkyWay. С 2020 по 1935 год. Может быть и дальше. Но я думаю так, что 15 лет вполне хватит. А может быть и дальше будет, я не знаю. Кто-то у меня спрашивал, а почему поставили 1935 год? Я говорю, ну я так спрогнозировал. Дальше будет уже более мощное какое-то новое поколение платформы, абсолютно другая среда. Может быть, все возможно. Вот это так называемое визионирование. И поэтому впереди новые технологические проекты, переход во вторую фазу. Но это уже начиная с 13-14 этапа проекта, еще первой завершающей части этой сертификации и первой фазы проекта. И это очень важно учитывать. Далее, автоматическое управление движением и стыковками транспортных различных систем. Аэрофлота, извиняюсь, значит, авиационные движения с нашим транспортом. Каких-то грузов, передвигаемых на транспортных трассах SkyWay в системе Transnet SkyWay. И с морскими перевозками грузов. Потому что в мире очень много перевозится контейнерных грузов морскими перевозками, железнодорожными перевозками, авиационными перевозками даже. Вот. И поэтому это все надо стыковать. Эта система должна быть автоматизированной. Причем, опять-таки, начинается точно так же. Открывается так называемая среда, которую одни предлагают, другие или соглашаются, или не соглашаются. Это, с одной стороны, а другое автоматическое управление стыковками именно. Это уже другая вещь. Возможность гибкого взаимодействия и взаиморасчета. Но это уже я здесь говорил. Организация и оплата транспортных и иных услуг. Тоже говорил. Это отдельно выведено. Здесь еще можно много что вывести, но это самые основные, которые дают так называемые ощущения того, что дает и может дать и будет давать блокчейн-платформа Skyway на основе смарт-контрактов и глобал токенов Skyway. Вот. Это очень важно учитывать, дорогие друзья. И теперь я хочу, значит, еще вам показать, когда мы приходим к адресному проекту, который сейчас, ну, мы их не говорим, потому что это работа головной компании, но мы уже немножко понимаем, что адресный проект, связанный с транспортной структурой или транспортной трассой или транспортным решением, транспортное решение Skyway – это так называемый стержень или ствол дерева. А его ветки, его листья, его вся эта система кластерная, она состоит из целого ряда сопутствующих проектов, сопутствующих подпроектов. Это инфраструктурные составляющие кластера, это разные трубопроводы, световоды, там различные инфоводы, там все что угодно. Это, значит, связующие элементы и так далее. Парковочные дома и кассеты парковки – это парковочные системы, это транспортные системы, связывающие электромобили и троны. Это энергетические решения, то есть это обеспечение производства энергии различными солнечными, несолнечными, дополнительными возможностями энергии, в том числе использование так называемой аккумулируемой энергии самой системы транспорта. Линейные города и поселения – это вообще отдельный раздел, который может сам превратиться в очередное дерево, которое используется там, и будут различные технополисы, будут производственные составляющие, чтобы социально-экономическая система работала в линейном городе. Это не только место проживания, но это место и жизнедеятельности людей, им не надо метаться в какие-то большие города. Там, где живешь, там же буквально у тебя вот на расстоянии 20 минут твоего входа пешеходного должно быть место, где ты будешь иметь возможность осуществлять какие-то, ну, скажем, действия, связанные с обеспечением твоей жизнедеятельности, своей работой, скажем так. Экотехнологии – очистка планеты. Это все от гумуса и завершая переработкой мусора и отходов. Агрокомплексы – новые абсолютно решения, которые тоже необходимы будут, чтобы обеспечить и линейным городам, и линейным поселениям. Электромобили и дроны – перестройка всей этой системы, их привлечение для того, чтобы на конечных, на промежуточных станциях обслуживших людей, связующими быть на уровне, на нулевом уровне, потому что мы на первом уровне, на высоте. Логистика перевозки пассажиров и грузов, сопряжение с существующей сетью, об этом мы говорим. То есть это все основные элементы, которые обязательно будут сопутствовать. И теперь еще, значит, я посмотрю, что тут еще есть. Это мы уже говорили. Единственное, что я хочу еще раз повторить, знаете, как повторение мать учения. Что вот если смотреть фаза первая, фаза вторая и фаза третья проекта, да, это все хорошо. О каких фазах я говорю? Я говорю вот об этих фазах. Фаза первая, фаза вторая, фаза третья. Но я считаю сегодня, и мы еще об этом услышим, что введение блокчейн-платформ, это сам по себе, такой же, как экотехнопарк и сертификация SkyWay, очень важный продукт или важная среда, которая в ближайшее время может стать и, скорее всего, станет еще большим, еще быстрее раскручиваемым бизнесом, чем транспортная технология. И он одновременно поддерживает транспортную технологию, сам будет развиваться и питать наш источник для получения дивидендов. Вы понимаете? То есть раз и два, две основные базы на поступление дивидендов. Это очень сильный ход, дорогие друзья, и об этом мы еще услышим. Я постараюсь это более подробно разобрать и вам доложить. И поэтому это большой бизнес, выросший из проекта сертификаций и вывода технологий SkyWay на мировой рынок. Если кто хочет посмотреть видео по туннелю Таллинг-Хельсинки, вот его ссылка. Вы можете его отсюда взять. Нам YouTube не дает здесь возможности размещать это видео, чтобы мы его показали вам. Так, и теперь еще раз к вопросам, и наше время уже подходит к концу доброго вечера. Так, так, это понятно, что это привлекательный, так как посчитать дивиденды было большинство. Так, не правительство. Загуглили же, и новости по санитам, рабских городов, который выходит в сентябре. Никаких новостей я не могу вам рассказать. Два прибыли делим. Получаем стоимость одной акции и умножаем на ваш пакет. Ну, примерно так, да. Не 20, а сумму, Юрий, а сумму, которая стоит за 20% прибыли. В принципе, это так. Если говорить, то это самая простая формула. Какие новости вы так, Олег? Это не так, Юрий, я помню, что дохода. Так, 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 Сошников. Не так, Юрий. Номинал акции 1 доллар. А до вас, производительно, делится между держателями. Нет, Сошников, я должен огорчить вас, Олег. Юрий правильно показал схему. Там с этим ничего не связано. Юрий, два заделятся на все. Нет, не на все акции. Нет, нет. 20% только на привилегированные. То, что за привилегированными стоит. Ну, не 20%, а сумма, абсолютная сумма, которая представляет, получается, когда 20% рассчитывается от прибыли на дивиденды. Вернее, от прибыли, которая идет на распределение. Так, акции обещаны. Обратный выкуп, закрытие. Да, Татьяна, будет обратный выкуп, я же вам говорил, частично. Начнут с 70+, 75+, а дальше будет там еще возможность, если кого придерут. Никак не сложится. Это, получается, не цена акции, а сумма в долларах на одну акцию. Нет, не цена, а сумма дивидендов в долларах на одну акцию. Правильный так, Олег. В дивидендов, да, в виде дивидендов. Далее. Какой новости по самим, наверное, нету? Разве у вас еще все сертифицированы? Финны еще ждут? Нет, Татьяна, тут не финны ждут сертификацию. Финны ничего не ждут. Там игры идут как раз с политиками, потому что финны подстроились и получили инвестиции под то, что, смотрите. Виде, я вам сейчас на картинке покажу, что они соединили фактически Реал Балтика. Она рассчитывается из Талина через Варшаву, Берлин, Париж, а дальше уже до Лондона, через всю Европу. Декларируется, что это для пассажиропотока и для грузового потока. Но, если мы посмотрим, то это для переброски и, скажем, военных грузов вдоль границы, мы знаем, какого сопредельного государства, если смотреть со стороны Балтийских государств. Вот, это раз. Подстроились финны под то, чтобы построить между Хельсинки и Талина, чтобы другого решения не было. Кораблем возить – это глупость. Собирались сюда возить сначала. И это понравилось, и это поэтому пошло, понимаете? И они должны сейчас пока декларировать, что это железнодорожный транспорт. Что дальше будет, время покажет к 2024 году. Поэтому сертификация, ну, никто сертификацию не ждет, это не является самым основным условием. Потому что все равно, в каком бы проект ни брали, то все равно он будет, условно говоря, проходить еще так называемую привязочную сертификацию. То есть сертифицировано в Минске, там, неважно даже в Шарже или где, вот, прошло. И это является первым спусковым крючком того, что, да, сертификация по международным нормам осуществлена. Теперь мы берем эту технологию, привязываем конкретным пунктам от пункта А до пункта Б, и тогда отдельно еще проводятся, скажем так, там определенные, потому что это связано с пассажирскими и грузовыми перевозками, идет, так называемая, даже не столько сертификация, сколько получение разрешения на эксплуатацию. Вот. А сертификация уже основная проведена. Но есть страны, которые требуют отдельно сертифицировать уже на существующей трассе. Это как раньше, знаете, что было сертификация, когда мосты строили. Инженер, который его спроектировал, стоял и руководил строительством, стоял под мостом, когда там испытательный груз проходил. Вот примерно что-то такое, но более цивильно проводится и сейчас. Это где-то называется иногда тоже сертификация уже построенной трассы. А фактически это получение разрешения на эксплуатацию. Финны ничего не ждут. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, будет ли рассматриваться в дальнейшем завещание и дарение? Конечно, мы рассматривать не будем, это обычный нотариальный процесс завещания и дарения долей через нотариальное тоже как бы дарственное. Но дарение именно только родственникам, близким родственникам. А на вторжение привилегированные столь и дивиденды не будут получены. Почему? Ну вот, Людмила, вы слушаете или нет? А у нас какие акции? Не привилегированные. Я еще раз для невнимательных повторяю. Ну, что такое привилегированные, что такие не привилегированные акции? Значит, смотрите, привилегированные акции компания внесла в материнскую, дочернюю компанию, допустим, возьмем Евразия, Нарелска, Бесистинс, Ординг 3. Она является владельцем. Теперь мы, приобретая простые акции этой компании, становимся совладельцами этих привилегированных акций в этой компании. Поскольку у этой компании нет другого вида деятельности, то все привилегии, с которыми эта компания владеет, они распространяют на простые наши акции, понимаете? Нам нет необходимости здесь какие-то другие акции вводить. Понимаете? Они уже несут весь груз привилегий. Эта компания не делает бизнеса, она не получает ничего, кроме как из материнской компании, ей причитающиеся из тех 20, ну, той абсолютной суммы, которая составляет отчисленные 20% от прибыли, которая идет на распределение. Потому что 100% прибыли, допустим, это 100 миллионов или 100 миллиардов, вот, компания обязана, прежде чем она что-то другое будет еще придумывать, что с этим делать, в первую очередь 20 миллиардов разделить на владельцев привилегированных акций. А владельцы, это Евразия, Невероидовская, Вестископольник, раз, два, три, распределила, как там правильно было сказано, да, в соответствии с тем, что у кого есть, и все. Дальше тут никто ничего не принимает решения, это просто подлежит распределить, потому что эти компании являются только держателями реестров, все. Они другого бизнеса никакого не ведут, понятно, да? Уже объясняет, пожалуйста, с каких мы будем получать дивиденды. Объясните, пожалуйста, с каких акций. С дивиденды получать с акций Евразия, те, которые у нас есть. Я, лично я, буду получать дивиденды с каждой вот этой акции, которая у меня здесь есть. А это что за акции? Шерз регистров Евразия, Рейл, Скайве Системс, Холдинг, ЭТД. Правильно там было сказано, что номинальная стоимость одной акции один доллар. И это никакой роли не играет, играет одна акция. И тогда дивиденды, будет сказано, когда принимается решение, что вот эта компания, эта компания, например, получила на распределение дивидендов какую-то сумму, разделила эту сумму на 145 миллиардов 994 тысячи штук и получила, что на одну акцию 0,01, то есть 1 цент, например. И тогда я смотрю, ага, 1 цент на одну акцию, пардон. Я смотрю, сколько у меня там было. Смотрю, что у меня тут было. Где у меня тут было, куда стащили, что у меня было. У меня было, например, 240 тысяч акций. Смотрю, ага, на 1 цент, это значит, что я получу 2, то есть я получу 2100 с этого пакета. С этого получу 420 долларов. С этого получаю 52100 и так далее. Понятно, да? Вот, как это идет распределение. Поэтому ничего тут, все очень четко. Какие новости по саммитам? Еще раз новости по саммитам. Как вы, вот эти народы? Легион получает все в сотый раз, поднимает вопрос. Татьяна, правильно. Ну, понимаете, не все везде присутствуют. Так, дорогие друзья, есть еще вопросы? Если вопросов нет, мне было очень приятно с вами, несмотря ни на что, приятно с вами пообщаться. Вот, мы сейчас будем думать немножко еще, как с вами чаще встречаться, за счет неких других мероприятий. Пока эти вебинары сохраняются по 1 неделю у Алексея, другую неделю у меня. И мой следующий вебинар будет в следующую неделю в четверг. Потому что это как бы не очередной вебинар, поскольку, ну, сбои. Меня уже тут задолбало это, мягко выражать. Вы уж не, извините, мне это очень сильно достало. Вот, и поэтому прошел такой период, и будем сейчас готовиться и заниматься с вами, и обучаться. Но это будет отдельная уже система, и мы об этом объявим. Я вам уже неоднократно обещал обучение, но вот все никак не складывается у нас видение по разным причинам. Но думаю, что сейчас вот необходимое мы сделаем. И это будет. Так, всего вам доброго. Берегите себя, берегите своих близких. Очень важно, заботитесь о своем здоровье. Вот. Наполняйтесь светом, добром. И все вам воздаст, сторицы. Строй сковей, спасай планету. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...